Я просто напомню, уверен, что и все наши люди знают об этом. Это вещь, которая учится со школьной скамьи, но, может быть, некоторые зрители по ТВ не знают, что к чему за 160-170 лет до рождения Ешуа, до наступления нашей эры, где земля обитованная попала под юрисдикцию сирийского государства, которым управлял Антиох Эпифан, один из наследников царства Александра Македонского. И он был такой реформатор, который хотел сделать мир, равенство и братство. Мы все, те особенно, кто выросли в бывшем СССР, помним это выражение «мир, равенство и братство», которого там не было, а грек Антиох видел в мире равенство и братство, чтобы не только люди были равны, что, в принципе, хорошая библейская идея, но и чтобы все религии были равны. И здесь он, по сути, обновлял Вавилон, потому что в Вавилоне, там они сделали идольство и все такое, и покарал Господь рассеяв их по всей. Здесь он пытался из избранного народа сделать опять, то есть не пойти по пути, что народ Божий должен нести свет Божий, но ввести этот народ назад в Вавилон. И он осквернил Иерусалимский храм, там принесли в жертву свинью, короче, сделали место нечистым. И понятно, что он сам такое не мог сделать все. Поэтому там, по всей видимости, были и коррумпированные правители Израиля, и коррумпированные священники в храме. И, короче говоря, все то же самое, только в других форматах и в других жизненных обстоятельствах. То же самое, что случилось до этого в семье Иосефа и с братьями. Ну, то есть какие-то предательства, то все. И вдруг посреди всего этого восстает семья Маковеев, которые тоже были из священников. И организуют, казалось бы, вообще безопционное восстание, потому что их было мало, они были никто и ничто. Типа вот как Тамар попыталась против Иуды пойти, чтобы доказать свое, потому что она была никем и ничем по сравнению с Иудой, которого даже хананияне боялись и уважали. И вдруг она с этой козьей ножкой доказывает. Здесь семья Маковеев начинает восстание и чудесным образом выигрывает. И написано, совершили ханукат хамизбех, обновление очищения храма, жертвенника, где можно было принести жертву Господу и через жертву Господа очиститься. Есть еще эта история про осветильник, который восемь дней горел. Но я не думаю, что она вообще значимая во всей этой истории. То есть, ну это может быть просто дало район идею, сколько дней праздник делать. Самое настоящее, базовое реалия хануки – осветить жертвенник. И если мы аллегорически это для себя видим, чтобы наши сердца были очищены. Еще, говорится, маритянки не только в этом месте, но в любом, в духе и в истине будут приходить к небесному Отцу. И я думаю, что мы, да, светим святость Иерусалима и Эрот Исраэль как Божьего дома, но в мини-храмах в нас должна освещаться светом Божьим именно та часть, куда мы приглашаем Господа. Тогда мы, как храм Божий, несем благословение и мир в наши дома. Тогда мы несем мир и благословение нашим близким. А иначе мы несем мерзость запустения. Все со мной, правильно? Короче говоря, Иешуа, 10 глава Иоанна, рассказывает историю. Рассказывает историю, что с 22 стиха я читаю. Настал же тогда в Иерусалиме праздник Ханука, обновление была зима. Иешуа ходил в храме, в секции Соломоновой. Тогда книжники фарисеи обступили его и говорили ему, долго ли ты тебе держать нас в недоумении, ты ли машех? И еще сказал, я сказал вам, и не верите, дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют обо мне. Очень интересные слова. Дела свидетельствуют. Знаете, есть дела и есть дела. Почему мы знаем, что чудо Хануки – это реалия, которая изменила лицо Израиля? Потому что там были совершены дела, восстание, изгнание греков. Это были реальные дела, которые свидетельствовали, что Бог поддержал маленькую группу священнической семьи и дал им такую мощь начать все это. Здесь Иешуа, по сути, говорит, испытывающим Его, я делаю дела, и я вам сегодня в Хануку, он говорит там, в притворе Соломонова, я вам сегодня в Хануку говорю, друзья мои, посмотрите на эти дела и откройте свое сердце Богу. Они начинают давить на Него, и тогда Он делает еще одно такое странное заявление. Овцы мои слушают голоса Моего, я знаю их, они идут за Мною. Я даю им жизнь вечную, не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей, Отец Мой, который дал мне их больше всех. Никто не может похитить их из руки Отца Моего, я и Отец одно. То есть Он, по сути, говорит, вы хотите обновления? Приходите ко Мне. Исследуйте Мои дела и приходите ко Мне. В Деяниях апостолов есть фраза, наверное, такая очень, или одна из самых ярких фраз в Священных Писаниях. Нет другого имени под небесами, которым можно было бы спастись. Есть другие места, которые говорят подобные слова. Он камень, который стал во главе угла. Он пренебрежен строителями. Я думаю, мы живем во время, когда Божий Свет будет касаться многих людей, чтобы были люди испытаны вопросом, как они относятся к этому свету. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok